По мнению примара Николая Николаева, сход граждан, который был организован в Басарабяске 2 февраля, прошел успешно, несмотря на непредвиденные сложности. Было принято решение провести сход граждан. Мы его провели. Провели нормально. Нам пытались помешать, и полиция задержала автобусы. Люди пошли пешком, колоннами, пошли сюда, на площадь территории. Мы данные мероприятия провели. Затем была рассмотрена коллективная жалоба жителей улицы Гоголя, установивших в своих квартирах индивидуальное отопление. Получается, что людей обманывают, так как давление газа рукой, а счетчик считает в два раза больше, чем в прошлый год. Такую же погоду. А качество газа вообще безобразно. Скажите, пожалуйста, сколько можно дурить народу? Мы зарабатываем копейки, а о пенсиях и говорить нечего. Услуги ставят космические цены, а газовщикам все мало. Надо добить нас до конца. В летний период показания счетчика снимают до 26-го числа, а в зимний – 30-го, 31-го числа. И при этом обязательно приписывают минимум 10 кг газа на запас. Попробуйте рекомендовать больше. Нет, не сможем. Восемь вас разобраться с этой проблемой, ведь зима еще не закончилась. Оплатить нам за реальный газ, а не за воздух, закачивающий трубы. Для разъяснения ситуации на сессию был приглашен представитель газовой службы. У нас каждый месяц есть независимая фирма «Транстандарт», которая один раз в месяц приезжает и берет пробу газа. Она не зависит от «Молдова» газа и не от «Молдова» травмагаза. Мы их пригласили, чтобы они взяли пробу газа тоже с конечного. А по поводу газовых счетчиков, все газовые счетчики один раз в пять лет проходят в госпобеду. Мы сами не стимаем, сами устанавливаем в виде газовых счетчиков. Так как газовые счетчики больше 10 лет, большинство, они из, если взять так, из 100 штук, максимум 20 штук проходят в госпобеду. Наша лаборатория с оглаченными шляхами не ремонтирует счетчики, мы только их проверяем. Те счетчики, которые не проходят в госпобеду, автоматически проходятся. И мы в основном устанавливаем или новые счетчики, или после госпобеды. Немало претензий было высказано и по поводу завышения показаний газовых приборов. Василий Абрежа объяснил это тем, что контролеры обходят свои участки в последних числах месяца, а показания дают на первое число следующего месяца. Но советники не посчитали это достойным аргументом. Энергетики, контролеры ходят, снимают показания, тоже ходят в конце месяца и так далее. Они что-то не прибавляют, ни зимой, ни летом. Бывает, когда-то там, я не знаю, что, но это редко, а у вас почему-то зима-лето разница. И потом, самовольно залезть человеку в карман, это называется воровство. Каждый потребитель может набить газовое хозяйство, если ему добавят там чуть больше попов. Зачем это нужно? Матышкин тут. Вот это заявление, что он не согласен с данными показаниями газового. Что это в милицию надо идти. Это в милицию надо идти. Качество газа, несмотря на постоянные проверки, тоже вызвало у народных избранников большие сомнения. В том году тоже была такая же зима и все. И давление было нормальное. Люди не возмущались. А сейчас в давлении у вас стало меньше. Любой человек, который живет там, на той стороне, даже в пятиэтажках, в Ивансках, что очень плохое качество газа, это 100%. Добавляют туда, я, конечно, не газовщик, но я даю слово, что туда добавка идет. Или келья, или еще что-то. И гоняют. Затронули советники и проблему высоких тарифов на голубое топливо. Однако секретарь горсовета Андрей Михайлов заметил, что этот вопрос не в компетенции районных филиалов газовой службы. Он предложил в ответ на жалобу населения создать комиссию, которая досконально изучит ситуацию. В комиссию решено было включить советников, специалистов премарии и жителей микрорайонов МНД. Продолжение следует...